Здравствуйте, это Новости Дагестана. Меня зовут Фатима Буталибова и коротко о главных темах выпуска. Горящий самолет и более 200 спасенных пассажиров. О том, как пожарные справились с чрезвычайной ситуацией в аэропорту Махачкалы через минуту. Товарищ начальник штаба Каспийской флотилии, личный состав объединения для митинга, посвященного началу летнего периода обучения, построен. Здравствуйте, товарищи Каспийской флотилии! Торжественным маршем на учениям соединения Каспийской флотилии приступили к отработке действий в боевых условиях. Мы хотим, чтобы наши военнослужащие почувствовали то тепло и то сопереживание наших сердец. Посылка от мамы. Благотворительный эшелон из Каспийска отправился на территорию Донбасса. В пятый раз за сезон. Кто из дагестанских игроков удостоился звания «Лучший молодой футболист Майя» в ФНЛ? Расскажем в спортивном блоке. Крупная партия нелегального алкоголя изъята сотрудниками полиции на контрольном пункте проверки в Кизлярском районе. При досмотре автомашины «КамАЗ» под управлением 58-летнего жителя соседнего региона незаконный груз был обнаружен между стройматериалами. К неожиданностям готовы. В Махачкалинском аэропорту прошли пожарно-тактические учения МЧС. Спасатели отработали действия при чрезвычайной ситуации – эвакуация людей из горящего самолета. За ходом учений следила Патимат Ханапова. Ей слово. За моей спиной самолет «Боинг-737», который потерпел несколько минут назад катастрофу. Во время жесткой аварийной посадки у воздушного суда повредились топливные баки и произошло возгорание. В эти секунды проходят тушение пожара и эвакуация людей. На борту самолета 240 пассажиров и 7 человек экипажа. И, к счастью, это только легенда учений на территории воздушной гавани «Ультаж». По тревоге оповещены все экстренные службы, личный состав МЧС Дагестана и медицины катастроф. Тушат условное возгорание и охлаждают фузеляж при помощи специальных стволов и пенной атаки. Часть пожарных работают в аппаратах газодымозащиты. Им предстоит помочь пострадавшим как можно скорее покинуть опасную зону. До спасения людей в такой ситуации отводится около пяти минут. Пожарные уложились в срок. Часть пассажиров эвакуировали через основной выход, а тех, кто не способен самостоятельно передвигаться – через аварийный. Полная ликвидация пожара у нас прошла за 15 минут. С учетом данной ситуации, прибытия личного состава и организации межведомственного взаимодействия, то это достаточно хороший показатель. Всего на учениях задействовано 92 человека личного состава и 22 единиц техники. После эвакуации экипаж, находившийся на борту, передает уже медицинским бригадам. Основная задача учений – отработать взаимодействие всех служб. Они очень нужны, эти учения, потому что отрабатывается слаженность. Наконец понимают люди, что нужно делать, как нужно. Какие-то недочеты, все это потом разбирается и устраняется. Все подразделения с поставленными задачами справились. Подобные тренировки будут проходить периодически. На работе аэропорта это не сказывается. Учения проходят во время технического перерыва. Принято решение провести учения в связи с тем, что на сегодняшний день одна из важнейших составляющих – это безопасность пассажиров, безопасность наших гостей. Для нас было важно показать, что аэропорт Махачкала и главное управление МЧС совместно мы готовы к приему, и к критическим ситуациям, и аварийным ситуациям. Есть над чем работать, скажем так. Есть те моменты, которые необходимо устранять. Но в целом учения прошли достаточно успешно. С работой справились, нормативы уложились. Тушение горящего самолета – задача не из легких. Нужно специальное оборудование, но самое главное – профессионализм. В таких ситуациях дорога каждая минута. По теме от Ханапова Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Летние учения стартовали на Каспийской флотилии. На кораблях был поднят Андреевский флаг. У штаба флотилии состоялось общее построение личного состава воинских частей, где военнослужащих приветствовали представители командования. Контр-адмирал Николай Якубовский поздравил всех с началом летнего периода обучения, отметив, что личный состав ожидает напряженная боевая учеба. Товарищ начальник штаба Каспийской флотилии, личный состав объединения для митинга, посвященного началу летнего периода обучения, построен. Здравствуйте, товарищи Каспийцы! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! В завершении официальной части моряки Каспийцы прошли торжественным маршем по плацу. Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечил военный оркестр флотилии. А вот военнослужащий 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии Хомьер Хитербеков участвовал в специальной военной операции на территории Украины. Раненого военнослужащего накануне навестил мэр Махачкалы Салман Дадай. При освобождении поселка Благодатное Донецкой Народной Республики дагестанец получил ранение. Сейчас морской пехотинец дома с женой и маленькой дочерью, однако ему предстоит сложная операция. На реабилитации было, на днях. И голову, и колено, и ничего. МРТ заново заводит, что нет улучшений. Все ребята на шерзе? Да, конечно. Благодатное. Есть населенный пункт рядом с Волновах. Там тяжелые бои были у нас с этим. По нашей информации, что там батальон Айгар был. С оснабжением, с этим моментом, все было. Все нормально было. Просто я говорю, времени никогда не было. Покушать, еще что-то. Когда бывало, конечно, кушали. Пока я сам туда не попал, я не думал, что они наступили на адсисты. На самом деле, они вот так детей, я лично видел, вот так держали. Говорят, мирно, чтобы не стрелять. Мэр Махачкалы поблагодарил Хункера за проявленную стойкость и мужество. И обещал помочь теме военнослужащего с жильем. Благотворительный эшелон из Каспийска отправился на территорию Донбасса. Союз женщин Дагестана продолжает поддерживать всероссийскую акцию «Посылка от мамы». Представители педагогических коллективов, родительской общественности, сотрудницы бюджетных учреждений и сферы бизнеса организовали сбор помощи в Каспийской музыкально-хореографической гимназии. В посылки для военнослужащих вошли средства гигиены, сладости, нижнее белье, но главное, помимо вещей первой необходимости, в них были вложены письма поддержки и рисунки от детей. Благодарю весь женсовет всех женщин, жителей города Каспийска, учащихся коллектив первой школы, которые приняли активное участие и продолжают принимать. Мы уже четвертый раз отправляем такие посылки. Спасибо Союзу Женщин за такую инициативу. Хочется сказать и хотим, чтобы наши солдаты вернулись живыми и здоровыми. Мы присоединились к этой акции, потому что мы хотим, чтобы наши военнослужащие почувствовали то тепло и то сопереживание наших сердец. Мы очень ждем их с победой, чтобы спецоперация закончилась и все вернулись невредимыми. Крупная партия нелегального алкоголя изъята сотрудниками полиции на контрольном пункте проверки в Кизлярском районе. При досмотре автомашины КАМАЗ под управлением 58-летнего жителя соседнего региона незаконный груз был обнаружен между стройматериалами. Всего изъято 3572 пятилитровых бутылок алкоголя, сообщает Пресс-служба регионального МВД. А сейчас краткий обзор новостей от Карима Даниева, затем продолжим. Житель Ульцикульского района подозревается в краже ноутбука стоимостью более 40 тысяч рублей. Заявление о краже поступило от 64-летней местной жительницы. Как выяснилось, злоумышленник проник в дом заявительницы и вынес компьютер. Похищенное изъято и возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело. Один в реанимации, двое погибли. В Рутульском районе на 93-м километре дороги Магарамкент-Ахты 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением и съехал с дороги в русло реки. Вместе с ним в машине находилось еще два человека. Один из пассажиров, 30-летний мужчина с трудом сумел выбраться из салона. Он доставлен в больницу. Поиски пропавших затрудняло бурное течение реки и темное время суток. Спасательную операцию было решено возобновить в 4 утра следующего дня. В поисковых работах участвовали сотрудники полиции, МЧС и местное население. Вскоре тела обоих погибших были найдены. Сотрудники уголовного розыска Каспийска задержали подозреваемого в вымогательстве. С заявлением в полицию города обратилась 29-летняя местная жительница. Она сообщила, что к ней позвонил неизвестный человек и потребовал 25 тысяч рублей за возврат ее документов. Установлено, что мужчина нашел утерянные документы и решил подзаработать на этом. Он связался с хозяйкой и потребовал пятизначную сумму за возврат. Таких денег у женщины не оказалось, и она обратилась за помощью к полицейским. Дагестанское предприятие обязали выплатить штраф за сброс неочищенных сточных вод в реку Старый Терек. Арбитражный суд республики удовлетворил иск Северокавказского управления Росрыболовства о взыскании с предприятия очистленных сооружений 2 миллиона 250 тысяч рублей. В ходе экспертизы было установлено, что в точке сброса превышена предельно допустимая концентрация токсичных веществ, что приводит к гибели водных биологических ресурсов и уничтожению их кормовой базы. В Гумбетовском районе на плато Ручоб прошел традиционный республиканский конный фестиваль. В скачках приняли участие более 40 наездников из Дагестана и соседней Чеченской республики. Малико Курбанова расскажет о том, каким получился праздник. До очередного забега на подготовку несколько минут самое время полюбоваться местными красотами и подглядеть за работой полевой кухни. Пока кони идут на очередной забег, на плата ручок Кумбетовского района, устроена полевая кухня, в которой готовится плов в больших котлах, варится мясо. И вот в таком почти старинном самоваре готовится чай. За обед сегодня отвечают только мужчины, а женщины наблюдают за происходящим, поддерживают. Для них такой праздник – еще и повод собраться вместе, поговорить, поделиться сельскими заботами и домашними хлопотами. За кого болеем? За всех. За общество. Как настроение? Очень хорошо. Целоваться грех. Плато Ручоб, собравшее сотни гостей, жители села Келятль называют природным амфитеатром и стадионом. Но знаменито оно не только своей красотой. Удалось это вкладку ручок. В свое время Шамиль Имам здесь говорят наши плитки. На этой местности, на ютубе, здесь его башня была. Значит, и оно названо, значит, честь имама Шамиль. И это прекрасное место. Скачки проходили в несколько заездов. Самая длинная дистанция – 11 километров, самая короткая – 3. Все победители и придежи соревнований получили награды и денежные премии. Малика Курбанова, Новости, ННТ, Гумбетовский район. И к новостям спорта. Игрок махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев признан лучшим молодым футболистом «Майя» в ФНЛ-2. Дагестанский полузащитник получает эту награду в пятый раз за текущий сезон. В прошедшем месяце Гаджиев вышел на поле в пяти играх, где отличился один раз. Также победителем в номинации «Лучший тренер» признан главный тренер «Белоголубых» Горан Алексич. Напомним, что «Динамо» в Цезатур до окончания первенства обеспечили себе путевку в первый дивизион. Дагестанские вольники завоевали 20 медалей разной пробы на первенстве СКФО. Соревнования среди юниоров до 24 лет в течение четырех дней проходили в Нальчике. В столице Кабардино-Балкарии лучший результат показали Юнузев Батиров, Далгат Абдулкадыров и Шамиль Магомедов. Четверо спортсменов остановились в шаге от золотой медали. Также в копилке сборной Дагестана 13 бронзовых наград. В общекомандном зачете наши вольники стали первыми. Все медалисты первенства выступят на чемпионате России, который пройдет в конце июня в Туве. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в социальных сетях ВКонтакте и Яндекс.Дзен. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok